От темы не уходим, переносимся в другую локацию на улицу Островского, там за центральным рынком. Мы с Сергеем Кондаковым и Дмитрием Самбуром тоже обнаружили новый асфальт. Жители жаловались на эту дорогу годами. Монолитные плиты износились до нельзя и даже в них протерлись дыры. Но теперь они в прошлом. Мы убедились в этом вместе с депутатом городского парламента Алексеем Кучиным, а заодно поинтересовались, как депутатский корпус отнесется к возможности увеличения параметров расходов на ремонт проездов и узнали, почему сургутяне все активнее, заявляют управляющие компании о желании войти в проект формирования комфортной городской среды и отремонтировать свои дворы. Смотрим. Алексей Сергеевич, дорожная ремонтная компания, она близится уже постепенно к своему завершению. В целом в этом году в дороге, будь то там проезды, ремонт дворов, дорог общего пользования вложили, наверное, больше миллиарда рублей. Это значительные средства для города или их все равно недостаточно, учитывая темпы? Да, безусловно, это средства очень значительные, мы, наверное, впервые так объемно и комплексно подошли к решению этих задач, но, с другой стороны, понятно, что их недостаточно, я думаю, жители могут слегка привести примеры того, где бы им хотелось, собственно, благоустроить территорию. И не всегда это проблема денег, иногда это проблема организации, это проблема жителей, в том числе, касаться предмогой территории. Но то, что мы запланировали, опять же, учитывая тех рисков, которые были, и роста цен на стройматериалы, и вот всех этих неожиданностей, тем не менее, я думаю, в целом компания будет выполнена. Ну, мы, все-таки, ее итоги подведем в конце октября, да, в начале ноября, когда будут завершены все контрактные обязательства, и поймем, что будут сделаны. Но, я думаю, за последние, наверное, лет 10 мы такого объема не видели в нашем городе. Традиционно Саргутнефтегаз вносит существенную лепту в дорожно-ремонтную компанию, и вот на уходящей неделе стало известно о последнем, наверное, на данный момент, по крайней мере, объекте, это участок от улицы Киртбая мимо поликлиники нефтяник к коттеджному подселку в 37-м микрорайоне. Эта дорога, она узкая была, и сплит, разбитая, но все-таки Саргутнефтегаз решил в очередной раз помочь. Как вы оцениваете этот вклад, и, я не знаю, не обращались ли депутаты к каким-то другим предприятиям, чтобы они тоже поддержали? Ну, можно сказать, во-первых, благодаря Саргутнефтегазу, что он уже много лет помогает, наш город благоустраивает, в первую очередь, в суде дорожного хозяйства. Действительно, вклад корпорации здесь нельзя не отметить, и мы очень благодарны все жители, особенно жители тройной нефтяников, за то, что делают Саргутнефтегаз для нашего города. Понятно, что это в первую очередь, в предприятии там работает большое количество саргутян, и корпорация сама заинтересована, чтобы они жили в комфортных условиях, ну, и поэтому для них это наверняка важно. Компаниям нужно понимать, что в Саргутнефтегазе есть вся необходимая техническая база, где все эти ремонты. По сути, это корпорация, которая может сделать, но все своими руками, да. Среди другие компании не обладают ни такими ресурсами, ни такой техникой для того, чтобы взять и засфальтировать какой-нибудь значимый кусок работы. Тем не менее, я уверен, что и «Газпромы», и энергетические компании, они тоже берут на себя некое участие в связи с благоустройством города, хотя бы той территории, как от Нойера, находятся рядом с ними. И вот тот посыл, который сделает Нейтегаз для всех остальных, этот план, который он поставил, действительно, это круто, и к ней нужно стремиться к всем остальным. Что касается дорог общего пользования, кажется, что к некоторым магистралям ну, прям вот так сразу не подойти, да, та же улица Кертбай, она требует капитальной реконструкции и, как следствие, довольно много денег. Как вы считаете, каков рецепт для того, чтобы, ну, привезти хотя бы эту дорогу или там подобную, да, фрагмент проспекта Мира от Маяковского до 30 лет Победы, найти тот механизм, который позволит сделать дорогу? Может быть, концессия рассмотрится, нет? Ну, по поводу концессии, в этом году у нас, как раз, впервые был объект, который им дорожных хозяйствах планируют заряжать по концессии, это продолжение Комсомольского проспекта, где застройщик, заинтересованный в этой дороге, собственно говоря, вот зашелся в качестве конституционера. Посмотрим, сколько будет удачный опыт, и сколько, действительно, это будет правильно и полезно. Понятно, что есть, повторюсь, большую часть дорог, которые требуют особого внимания. Тем более, такие важные, сейчас наиболее нагруженные, как улица Кертбай, например, или даже саму улица Мира, правильно отметим. Но эти дороги, они и требуют очень капиталовъемки. Можно понимать, что бюджет города, да, он вроде звучит на цифрах большой, там, больше 37 миллиардов рублей, но, тем не менее, является дефицитным. И город за свой счет вот взять и закрыть все дороги премии не может. Поэтому мы активно привлекаем финансирование из-за регионального и федеральных, по региональным федеральным программам, именно для таких крупных объектов. И я думаю, что как раз они должны входить в федеральное финансирование, потому что, действительно, это не просто там улица внутри микрорайона, да, или какая-нибудь районная улица, а это центрально образующая, по сути, каркас города-улица. Что Кертбай является заездом на объездную и въездом в город, что улица Мира, которая, по сути, пересекает всю эту часть города. И эти объекты должны быть впереди в суждение как раз федерального финансирования. Депутаты Думы Сургута ранее поддержали просьбу Андрея Сергеевича Филоватова о выделении дополнительных средств, или более значительных средств, чем в прошлом году, на ремонт проездов и реновацию дворов. И та, и другая статья, они значительно изменились, но вот если касаться дворов, кажется, что их становится все больше и больше, значит для этого, что люди, видя, как реконструируют соседние территории, доверяют этой программе. Да, я там соглашусь, но на самом деле история просто такая. Еще осенью мы обсуждали очень активно с администрацией города, после избрания новой думы, поступило очень много наказов от избирателей, и они, в первую очередь, касались той территории, на которой они живут. Это придомовая территория, это внутриквартальные проезды. И, видя всю эту проблематику, депутаты с администрацией вместе искали способ решения. И была принята, ну не программа, но план действий, как раз по благоустройству межпортальных проездов и увеличение финансирования ремонта предварительных территорий по программе «Комфорт-городская среда». Программа действована уже довольно давно, есть положительный опыт. Думаю, многие с учителя могли обратить внимание, почему этот двор благоустроенный, красивый, с детской площадкой, с парковкой, с нормальными дорогами, а у меня разбитые дороги, у меня нет детской площадки. И вот почему так? Если разобраться, оказывается, что там жители были просто более инициативны. То есть они собрали подписи, они решили, что они хотят сделать, внесли свою часть в свое финансирование, что очень важно. Ну, есть, по сути, один из критериев финансирования. 10, 15 или 20 процентов от стоимости общественной работы. Ну и, собственно говоря, смогли там за год-два сделать в два предприятия порядка. И видя, как там все работает, наверняка у многих сагутян появилось желание, собственно говоря, сделать свой двор лучше. Потому что люди в нем живут, каждый день в него заходят, и это разумное желание. Поэтому эту программу, я считаю, нужно поддерживать, давать ей достойное финансирование, чтобы мы делали в год у нас 31 двор запланирован для благоустройства. Ну, стараться, чтобы закрывать все потребности в течение одного-двух лет. То есть, чтобы с момента подачи заявки жителями до момента проведения работы проходило не более двух лет. Тогда это будет действительно заметно и для горожан, и мы сможем довольно быстро решить проблему с дворыми территориями. Алексей Сергеевич, давайте о проездах. Вот этот проезд улицы Островского за центральным рынком, наверное, его просили сделать жители лет 10, если не меньше, и в этом году вуаля свершилось. Как такое стало возможным? Расскажите. Ну, опять же, то, о чем мы говорили с вами ранее, то есть по поводу того, что приняли решение уделить переводчердное внимание ремонту межквастральных проездов, эта тема очень важна, потому что, ну, по этим проездам жители каждый день попадают к себе домой и каждый день ездят на работу. То есть, ну, два раза в день ты по ним приезжаешь к минимуму, да? Естественно, если находятся в ненадлежащем состоянии, ну, эмоции, как я говорю, негативные. Но есть небольшая проблема. Дело в том, что если мы дороги, как говорили ранее, магистральные улицы, можем финансировать ремонт их за счет в том числе привлечения средств региональных, федеральных, то вот межквартальные проезды, с решением их права не попадают. Чисто городские деньги. Чисто городские деньги, да. Ну, опять же, говорят о том, что городские деньги, на самом деле, очень мало, поэтому и взять на себя обязательства тоже было... До них обычно просто руки не доходили, деньги, да? Ну, нужно вложить там деньги в улицу Мира, Лермонт и так далее. А вот здесь вроде как бы, ну, мелочь, мелочь. На самом деле, эта мелочь определяет комфорт жизни людей, так ведь? И вот только сейчас мы дошли до того, что нужно делить им очень важное внимание. На этот год у нас 10 проездов по городу, которые планируются, например, до конца восьминей благоустроить. Ну, часть из них уже сделали. Часть уже сделана из них, да. И на будущий год эту программу продолжить. Но тут тоже есть нюансы. Помните, была большая программа по городу по поводу межевания микрорайонов. Она делась, собственно, для того, чтобы избавиться от так называемых ничейных проездов. То есть, когда проезд есть, но он не стоит на балансе ни администрации, ни управящей компании, и никто за него не отвечает. Такая ситуация по всему городу складывается в каждом практически микрорайоне. Благодаря тому, что мы это проживание провели, у нас, скорее всего, от этого избавляемся. И сейчас идет процесс поставки на кадастровый учет этих самых ничейных проездов. Либо они относятся к управляющей компании, либо они передаются городу. И тогда город может уже легально их финансировать, их ремонт. Поэтому для того, чтобы сейчас попали в программу, нужно, чтобы, а, у него был хозяин этого проезда, а, собственно говоря, на него были деньги. Вот в этот год всего 10, не так много, но 10 в следующий год будет больше, и потому что денег будет, наверное, больше, и потому что количество проездов, которые уже стоят на кадастре, которых есть хозяин, тоже должно стать больше. Но Андрей Сергеевич уже говорил, что попробует обратиться к депутатам с просьбой об увеличении финансирования. Точнее, с этой инициативой должен будет выйти Департамент городского хозяйства, если защитит эту статью. Готовы ли будут депутаты рассмотреть возможность выделения денег не на 10, а на 20 проездов? Второй вопрос, откуда их взять? Ну, вот скажу лично по своему мнению и опыту. Наверняка у каждого депутата, в его избирательном округе есть не один и не два таких проезда, в которых жители регулярно жалуются, которые нужно реанимировать. Естественно, мы как депутаты заинтересованы, чтобы в первую очередь сделать жизнь избирателей комфортнее. И если такой инициативой в Думу поступит, то лично я поддержу. И наверняка мои коллеги тоже в этом интересованы. Где изыскать средства и что будет со стоимостью стройматериалов и всего прочего в будущем году? Конечно, это вопрос. Но для этого мы будем с коллегами собираться из сентября месяца до декабря, обсуждать бюджет, обсуждать, собственно говоря, что мы в нем сможем запланировать, какие объемы сделать, где можно что-то подвесить, где-то что-то добавить. Ну, вот такой сложный бюджетный процесс, который как раз начнется у нас осенью. Но пока главное, повторюсь, это желание администрации эти работы вести, это постановка на кадастровый учет и заинтересованность жителей в том, чтобы их межквартальные проезды были на жаль в состоянии. Для этого нужно обращаться к депутатам, к администрации города, обращать внимание на те проблемы, которые есть, для того, чтобы этот объект был более первоочередным.